За три года государственный долг Тверской области снизился более чем на 4,5 миллиарда рублей, а также более чем на 1,5 миллиарда уменьшились расходы по его обслуживанию. Такие данные были озвучены на прошедшем заседании регионального правительства. Подробности у Натальи Чекет. Среди основных направлений долговой политики Тверской области на 2021-2023 годы обеспечение сбалансированности бюджета при минимизации затрат на обслуживание госдолга, сокращение долговой нагрузки до 39% по итогам 2023 года. Наша задача сохранить и развить финансовую устойчивость бюджетной системы. При этом это не должно делаться за счет засушивания бюджетного финансирования по ключевым направлениям. Прежде всего будут финансироваться доходогенерирующие проекты, проекты, которые касаются социально острых направлений нашей жизни. Это медицина, это образование, это социальная инфраструктура. Оказание финансовой поддержки муниципальным образованием для их равномерного развития – часть работы регионального правительства. Поэтому во время заседания принято решение поощрить пять лучших муниципальных образований по итогам мониторинга качества управления региональными финансами за 2019 год. Ими стали Ржевский и Фировский районы, Затоозерный, Сележаровский муниципальный округ и Нелидовский городской округ. Это которые успешно вели свою финансовую деятельность, не создали новых долгов, были рачительны, правильно и корректно развивали свою экономику. Помимо этого еще пять территорий получат поддержку за преобразование муниципальных образований, что позволяет сократить расходы на управленческий аппарат. Дотации в сумме от 2,5 до 3,5 миллионов рублей направят Западнодвинскому, Пеновскому, Сандовскому, Краснохолмскому и Сележаровскому муниципальным округам.